Актуальное интервью В 2010 году мы делаем этот проект в Екатеринбурге. Она пришла в идею одному из жителей этого города. Он собрал команду и по сегодняшний день мы делаем этот проект, вырастив его до 9 населенных пунктов. И в каких городах бывают художники? В этом году мы начали в Екатеринбурге. Сейчас мы продолжили в Ноябрьске. Одновременно у нас идет в Омске сейчас. После Ноябрьска мы сразу поедем в Муравленко. Затем у нас будет Оренбург, Мыскаменный, Новый порт и Санкт-Петербург. То есть вы доберетесь даже до таких крайних точек севера? Да, везде. Скажите, как пришла идея вообще не просто в рамках своего города Екатеринбурга устроить это, но и разрастись? Казалось бы, достаточно трансформаторных будок, я думаю, в миллионном городе. Да, но на самом деле там уже довольно много арт-объектов. Мы сделали раз в столько лет там существуем, и там много художников. И потом у нас всегда была мечта, чтобы в каждом городе была команда, которая бы делала стенографию. Потому что цель этого проекта сделать мир вокруг лучше, ярче. И когда ты этим заражаешь вокруг других людей и целые города, это просто дико радует. И благодаря тому, что у нас появился партнер, родные города, мы делаем этот проект теперь вот в девяти населенных пунктах. Стенография. То есть мы рисуем на стенах рисунки. Но как выбираются эскизы? Или вот любой захотел? На тебе стена в ноябрьский, например. Любой, то это было бы опасно, конечно. Как все происходит? Мы объявляем набор эскизов. То есть у нас есть определенный период, когда мы их собираем и объявляем тему. В этом году у нас тема сказки и теплые стены. То есть в городе живут какие-то персонажи волшебные, правильно я понимаю? Да, населяем. В этом году у нас появится, в вашем городе появится много интересных персонажей. Скоро увидите. А когда мы объявляем набор, художники со всех стран, не только с России, присылают нам эскизы. И потом мы выбираем лучшие. Мы распределяем, какому городу какой эскиз лучше подойдет в плане истории, архитектуры. Какие-то художники целенаправленно хотят в какой-то город поехать и сделать там свою работу. То есть у нас происходят некоторые вопросы по логистике. И затем мы уже определяем команды в каждый город. Когда видите эскиз на листочке формата А4, как вы понимаете, что человек действительно потянет в формат, например, трансформаторной будки? Что в жизни он действительно этот проект сможет довести до конца? Ведь не всегда, может быть, творческий человек сможет свою задумку реализовать качественно. Да. Но мы, когда запрашиваем эскизы на темы, которые задаем, либо у нас есть всегда еще свободная тема, мы просим портфолио художника. То есть мы смотрим, какая у него техника, что он умеет рисовать. Умеет ли. Да, и умеет ли на самом деле. Бывает иногда такая проблема, что у художников тяжело все плохо с идеями, но рисует он на очень высоком уровне у него исполнение. И поэтому мы с ним уже работаем. То есть мы не оставляем его, мы прорабатываем с ним темы, идеи, чтобы он прорабатывал свой эскиз до финального уровня. Много ли заявилось райтеров, если я правильно называю, в этом году? Больше тысячи эскизов мы отсмотрели. Больше тысячи эскизов присылали. А будет реализовано в итоге? Какой фильтр был? Сейчас я вспомню точную цифру. На все города у нас порядка 70 художников. Слушайте, но в любом случае до 100. То есть получается такой серьезный отбор. Проектов получается. Да, да. То есть отбор серьезный, потому что присылают как за эскиз. Мы принимаем, конечно, какие-то, как это называется, граффити художников, куски, которые они присылают. Шрифтовые, например, да? Абсолютно, да. Разные, разного уровня проекты. Мы отсматриваем. Мы любим, конечно, работать с молодыми художниками, начинающими, для того, чтобы они развивались. Поэтому у нас там в Екатеринбурге зарождается такой проект, как школа, там, для волонтеров и для тех, кто только начинает делать. А те с профессиональными мы, в принципе, вот даже в ноябрь приехали достаточно профессиональные художники. Чем рисуете? Потому что обычно, когда говорят об уличном искусстве, кажется, что это баллончик, да, с краской. Но, может быть, нет. Ну, не всегда. Уличное искусство – это более широкое понятие. Это не всегда даже рисунки, это могут быть инсталляции, это могут быть плакаты, стикеры, достаточно большая палитра вообще у выражения художника в пространстве и улице. То есть у нас, как бы, самый популярный и понятный пока формат мы используем в таких городах. Да, мы рисуем в основном аэрозолью, причем работая с местным производителем, то, кто в России делает, там, у нас есть такой артон. А также они у нас рисуют фасадкой, мы так называем. Это фасадная водоэмульсионная краска, они ее колеруют, кисточки… Колеруют, это, то есть цвет подбирает. Да, да, то есть там много колеров, они либо в баночках, либо в ведрах все размешивают и потом наносят на стенку. То есть у нас вот две девушки приехала, Наталья Пастухова из Екатеринбурга и Енина Болдырева из Новосибирска, и они рисуют именно кистями по стене большой. Продержится? Да, держится, конечно. То есть те работы, которые мы делали в 2010 году в Екатеринбурге, они живут до сих пор. И с 11… Ну, хотя, получается, стенография уже второй год в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» к нам приезжает. И да, действительно, сочность тех картин, которые были сделаны, они остались. А когда можно жителям понаблюдать за работой художников? Потому что все равно такая диковинная штука, хочется изнутри понять. Да, можно понаблюдать с завтрашнего дня. Вот с 11 ребят начинают рисовать. С 11 дня, да? Да, с 11 дня. Но самое интересное, либо завтра к вечеру можно приходить смотреть, либо послезавтра. Потому что начало достаточно скучновато, они только начинают там что-то делать, и особо ничего. Вот картинка именно появляется со временем, естественно. Потому что полотно большое, и на второй-третий день можно уже увидеть, как там что-то незавершенное, что-то интересное. Но к 31 числу, к вечеру мы и планируем уже доделать объекты. Еще я видела в расписании, что рисуете 29, 30, 31. Да. То есть это не один день, это достаточно трудоемкая работа на три дня полноценных? Ну, да, три дня, в принципе, хотим уложиться, кто-то еще будет первого у нас дорисовывать. Здесь вот в таком мы делаем графики. В Екатеринбурге это немножко в другом режиме все-таки. У нас там основной пик три дня, но на самом деле мы делаем объекты в течение двух недель, как минимум. Ну, я даже сюда приехала, даже дольше, чем две недели. Я сюда приехала, как только мы доделали там один из арт-объектов. То есть это проект, который длится целый год в рамках него. Вот, есть какой-то пик там, вот три дня, когда съезжаются все-все-все. А проекты рождаются еще в рамках фестиваля, там, до холодов, пока можно что-то делать. Скажите мне, пожалуйста, вообще, ребята откуда к нам приехали? Кто захотел побывать у нас в Ноябрьске? У нас художники из Москвы. Вот я только что из аэропорта их встретила. Московская команда. Ребята будут рисовать очень милую лисичку на Советской 54. Приехала художница из Екатеринбурга, Наталья Пастухова, достаточно известная. Вот мы с ней делали в прошлом году на Мысе Каменном работу. В этом году вот мы с ней сделали в Екатеринбурге, теперь она здесь реализует. Рисует кистями, очень интересные такие работы. Она хороший дизайнер, вот, иллюстратор. Новосибирск участвует. Тоже девушка. Много девушек на Ябрьск свезла. Из парней кто? Из парней, парень у нас из Екатеринбурга есть. Парень, который в том году принимал участие, и в этом году у нас будет рисовать. Причем он делал даже несколько объектов. Есть парень из Ноябрьска, Сергей. Он очень качественно в исполнении его работ. Мы в том году с ним познакомились. То есть вот приехали сюда, и нашлись ребята, которые подключились, просто помогали. И мы поняли, что у Сергея круто получается, и позвали его к фестиваль, чтобы он подал заявку в этом году. Его эскиз выиграл или он реализует чью-то задумку? Его, конечно, конечно, его. То есть он сначала отправил эскиз, мы с ним его дорабатывали совместно, и теперь вот он будет его реализовывать. То есть наш парень будет создавать арт-объект на нашей же земле. Скажите, вообще стенография была ли такая задача у проекта, когда он только начинался? Все равно в небольших городах, у нас 100 тысяч населения, наверное, такая вот тусовка неформальная, она не развита. Наверное, достаточно, как это бывает в миллионниках. Была ли задача у стенографии развивать это направление здесь? Изначально, когда в 2010-м ее придумывали и делали первые годы, такой идеи я не думаю, что была. У нас была идея сделать мир вокруг лучше, и в маленьких городах мы не сразу вышли. Мы сначала учились делать ее у себя дома. Когда у нас отработалась система, мы чему-то научились, мы поняли, что у нас есть силы идти дальше. И вот, найдя партнеров, мы вместе с ними теперь работаем и развиваем эту деятельность. Я хочу сказать, что в Ноябрьске очень активно, если сравнивать с другими малыми какими-то городами. Потому что по опыту прошлого года подключилось довольно много ребят, которые поддерживали, очень много нам помогали. И вот, как видите, теперь в этом году они уже как участники официальные от фестиваля, чему мы очень-очень рады. И в этом году они нам тоже помогают. То есть подключаются, даже если встречаются поездом. Ну, мы стали друзьями. Что за рисунок будет у Сергея? У него очень милый рисунок. Будет изображена девушка, которая немножко... Девочка. Девочка, которая уснула. С подсвечником. Да, с подсвечником. Это очень красивая работа. То есть он ее сам будет рисовать. На Ленина 48 появится этот рисунок во дворе дома. Он сам ее будет рисовать. Или командная эта работа приглашает еще художников на завершение? Ну, он главный художник, но я думаю, у него будут помощники. У нас есть в планах, что, например, даже наш Александр из Екатеринбурга порисует с ним. Им очень нравится работать в паре. И они договорились, что вот какие-то объекты совместно поделают. Так что если вы найдете на стенке больше, чем одного художника, это нормально. А будут ли какие-то мастер-классы для горожан? Когда вот можно будет узнать о вообще стенографии, о уличной живописи побольше? Да, мы планируем. Мы любим подключать жителей города, потому что, во-первых, стенография – это проект для города. Мы делаем объекты, которые именно жители будут видеть. Все эти объекты, которые мы сделаем. И стать художником хоть на какое-то время можно будет 30 июля. В 17 часов у нас запускается мероприятие. У нас там будет небольшой мастер-класс от бибоев, которые приедут сюда, из Екатеринбурга. Мы построим холст, на котором можно будет порисовать с художниками. То есть у нас там в плане… Прям взять кисть и нарисовать что-то. Баллончики. Даже баллончики, да. Для меня лично, как человека нерисующего, это уже событие в жизни. А вы попробуйте, это интересно. Конечно, если кто-то никогда этого не делал, мы отлично понимаем, и мы будем показывать, как работать баллончиком. То есть можно немножко побрызгать и создать работу вместе с жителями города. Один большой холст, яркий, красивый там. Конечно, художники будут помогать, чтобы все получилось. 32 числа вообще будет праздник, я правильно понимаю, у фонтана напротив администрации? Да, да, мы собираем там активность, хотим пообщаться с жителями города, с местными ребятами, с хип-хоп-сообщества, которые здесь графики-художники, бибой, рэперы, вот всех подключаем. Сколько часов надо приходить, чтобы попасть на мероприятие? 17 часов мы начнем, у нас еще будет там фотовыставка. Мы покажем объекты фестиваля, которые были сделаны с 2010 года по 2015 в разных точках страны. Финальный вопрос, потому что забыла спросить его выше. Все работы очень яркие и все они какие-то такие содержательные зачастую, да, или, ну, есть такие абстрактные. Но, тем не менее, очень интересные. Всегда стенографию привозят рисунки в город. Почему выбирают все-таки цветность, да, и почему все-таки боретесь за то, чтобы содержательным был рисунок? Дело в том, что мы понимаем, что в северных городах не так много солнца. Хотя, я знаю, у вас тут была жара до нашего приезда. Аномальная этим летом. Да, до нашего приезда. Но, тем не менее, когда я в том году приехала сюда и спросила, ой, у вас такие интересные цветов домики, говорят, что это делают специально, потому что очень мало солнца. И мы будем рады, если мы сделаем так, что у вас будет еще больше ярких красок. И поэтому для северных городов мы выбираем яркие, насыщенные такие оттенки, добрые эскизы, потому что делать какие-то сложные, со сложным смыслом. Ну, пока это не так просто, тем более город, в котором ты развиваешь уличное искусство. Не все привыкли к этому. Мы просто делаем добрые картинки. Иногда пытаемся сделать смысловую привязку, вот как в том году мы нарисовали Булгакова, недалеко от места, где располагаются. Телерадиокомпании. Да, есть журналисты. Но, в принципе, будем дальше работать, посмотрим, как пойдет. В любом случае, я думаю, и горожане вам тоже в этом помогут. Уже помогают. У нас есть волонтеры из местных горожан, к чему мы рады. Присоединиться-то еще можно? Конечно. Куда звонить, куда стучаться? Можно позвонить мне? Можно позвонить мне, на самом деле. Можно написать. У нас есть группа ВКонтакте, туда можно отправить запрос. Да, у нас мониторит пресс-секретарь. Если будет какой-то запрос, мы обязательно отреагируем, и мы будем рады помочь. Не хочу с вами прощаться, но надо. Хорошо. Поэтому до свидания. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». И сегодня о фестивале уличного искусства стенографии, который сегодняшнего дня работает в нашем городе. И мы поговорили с координатором проекта Анной Клец. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok